Здравствуйте, меня зовут Евгений Додолев, и сегодня у меня в гостях снова Эльман Пашаев. В прямом эфире мы постараемся поставить точки над «ё» в самом громком процессе года. Скажите, 8 сентября в 11 часов будет озвучен приговор. А у вас есть какой-то прогноз, каков он будет? Здравствуйте, где-то от 6 до 8 лет. Колония общего режима. Значит, когда мы в прошлый раз с вами говорили, вы даже не исключали оправдательный приговор. Я на этот вопрос отвечу вам после приговора. Есть многие моменты, пока, к сожалению, не буду раскрывать. Я буду надеяться, что суд вынесет справедливый приговор. А что такое справедливый приговор в вашем представлении? Справедливый приговор тот, который установлен на вина человека. Вину установили и вынесли законный приговор. Михаил ведь признал вину, насколько я понимаю. Да, он эту вину признал. Я на этот вопрос отвечу. Пожалуйста, подождем после 8 числа. То есть, я правильно понимаю, что будет такой вариант вашего выступления или хода, который будет подразумевать, что он все-таки не виновен и, значит, не был за рулем? Пожалуйста, не будем на этот вопрос отвечать. Ну как, это же самый главный вопрос. Я вам даю слово, что в первую очередь это эксклюзиво я вам дам интервью, более никому. Есть много моментов, очень много нюансов. Вы с утра до вечера, которые по телеканалам показывают, 99% противоречит, что происходит в зале судебного заседания. Чтобы вы это понимали. С утра до вечера, ну, определенные журналисты сидят в зале судебного заседания. И когда я выхожу, слышу журналистов и вопросы, как будто меня в зале судебного заседания не было. Все вворачивать, переворачивать, все выдает вообще по-другому, которое происходит в зале судебного заседания. Давайте мы до 8. Но вы же имеете право и возможность рассказать, что происходит из того, что не доходит через журналистов до публики. Это же не является государственной тайной. До журналистов не доходит доказательства со стороны прокурора, государственных обвинителей и со стороны представителей потерпевших. Полностью противоречит в показаниях. Полностью противоречит. Обвинение противоречит. Показания, свидетелей. И свидетелей обвинения, и свидетелей представителей потерпевших. Полные противоречия. В момент допросов. То предпоказывает кафе, где был Ефремов. Материалы уголовного дела в виде доказательства. В момент, смотрим, у него красная кофта с тремя полосами, белыми полосами. В кафе. В кафе. А в момент совершения, якобы он оттуда вышел, сел в машину, выехал на садовое кольцо и совершил ДТП. А в момент совершения ДТП мы смотрим, у него вообще другая футболка. Переоделся. Где переоделся? В машине. В машине же никто ничего не обнаружил. В таком состоянии, в пианом, если он мог бы просто чисто в футболку переодеваться, в таком состоянии. Согласен. И плюс кроссовки менять себе. А с кроссовками это прям вот есть видеоматериалы, что он в одной обуви. У него темная обувь, где он сидит на клумбе, вы даже сами можете посмотреть. А якобы потом, когда Добровинск предоставил несколько дней назад доказательства, со всеми нарушениями судья нас не слышит. Почему? Она предвзята? Давайте после 8 числа более подробно отвечу. Хорошо. Тогда скажите мне, в каком виде появится ваш доверитель в суде? Потому что меня интересует, он каждый раз, у него надписи на майках разные. Это какое-то послание, месседж, как принято говорить, или нет? Ни в коем случае. Нет? То есть вы с ним не согласовываете, как он будет одет? Ни в коем случае. Даже он никогда в меня, он просто, когда журналист мне вопрос задает, я ему, у него спрашиваю, он смеется, говорит, даже мне в голову не приходилось, что что попадает, то одевает человек. Он же специальные вещи не покупает, что-то, которое же Ани не носил. Он же носит те вещи, которые он ранее носил. А почему он единственный в маске находится во время слушания дела? Вы без маски, а остальные свидетели, юристы? Ну, затрудняюсь ответить на это. Он просто соблюдает масочный режим. Он вообще-то очень ответственный по поводу законодательства. Нельзя, значит нельзя. Эльман, я просто очень люблю и ценю Мишу, но сказать, что он ответственный по поводу законодательства, учитывая сколько у него выписанных штрафов. На что? Кто-нибудь посмотрел эти штрафы на что? За что? Вы посмотрели. Парковка. Вот это и есть. Сейчас объясню. Есть административные правонарушения. Если вы про меня говорили бы, посмотрели бы, у меня их очень много. Потому что то красный свет, то встречная полоса движения, то выделенная полоса. Вы на красный проезжаете? Мы постоянно опаздываем. Загружность большая. То суды, то следственные мероприятия. Весь допаздываем. Я вынужден платить штраф, чтобы не подводить ни судей, ни следователей, ни своих доверителей подзащитенных. У Михаила все штрафы. Он телефоном пользоваться не умеет. Парковка оплатит. Ну как он сидит все время с телефоном? Читать это не значит, что пользоваться. Хорошо. Он не освоил приложение. Да. У него все штрафы за незаконную парковку возле ПАБа. А возле одного ПАБа? И ПАБа, и в других местах. Это у него все чисто. И то все погашено. И с другой стороны. Скажите, пожалуйста, это плохо? Михаил штраф не будет платить. Я не буду. Михаил не будет нарушать. Я не буду нарушать. По поводу парковки идем. Речь идет. Город за счет чего так сильно расцветает? За счет миллиарда приносит прибыль парковочные места для города. Доход. И для этого мы живем очень хорошо. А город эти деньги, которые с нас вызыскивают, мы платим. А не то пенсионерам, ветеранам. Это я понял. Давайте не уходить от нашего дела. Я, насколько понимаю, сам Михаил определял список людей, которые будут выступать в суде в качестве его друзей, произносить слова поддержки. Это так? Нет. Я попросил, что два-три человека, которые охарактеризовали его как личность. Это очень важный момент для суда. Так. И эти два-три человека, это был Никита Высоцкий. Никита Высоцкий, Орлуша, Татьяна Беркович. Татьяна Беркович, да. А про Беркович очень много пишут, что она, собственно, и была дилером, который поставляла кокаин. И тот, который был найден... Я думаю, этот вопрос Вы лучше Добровинскому подавали бы, когда она давала показания в зале судебного заседания. Она более 20 лет знакома с Добровинским. В качестве... Ну, она его знает очень хорошо. Вы намекаете, что она ему тоже? Нет, не это имею в виду. Когда она с ним очень жестко ему ответила, на его вопросы же очень жестко она отвечала. И она его не как-то, как Саша, к ним обращалась каждый раз. И после чего тут же появлялась статья, Татьяна является поставщиком наркотиков. Да, 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 я поэтому и говорю. Кто подает? Я это прекрасно понимаю. Это самый грязный метод. Это подло, хуже некуда. Человек должен профессионально заниматься своим делом. Хорошо. Меня несколько озадачило, что в качестве такого свидетеля, человека, который даст портрет вашего доверителя, не выступил Дмитрий Львович Быков, его соратник и подельник, можно сказать, если говорить о их делах на сцене. Мы даже на этот вопрос не обсуждали с ним. С ним с кем? С Ефремовым? С Ефремовым. Даже, ну, я говорил, мне 2-3 человека, и все. Вообще-то Быков приходил в суд, он на судебном заседании присутствовал. Приходил, поддерживал его. Остальные не приходили? Все приходили. Люди же не приходили специально. Я так понимаю, что люди находились в суде, и вы пригласили их в качестве... Ну, мне к которым говорили, кого надо, близкие люди. Или там один-два человека. Кто говорил? Ну, его директор. Директором согласовывали, не с Михаилом, потому что Михаил не имеет права ни с кем общаться, кроме меня. Понятно. То есть близких родственников и так далее. Вы рассказывали в прошлый раз о таинственном влиятельном человеке, который вам позвонил в ночь трагедии и попросил за это дело взяться. Значит, сейчас уже как бы в телеграм-каналах заполнена информация, что это был Дмитрий Песков, про секретарь... Это глупость. Это глупость? Глупость, конечно. Это глупость. Нет? Ну, вы знаете, по поводу телеграм-канала, мне кажется, я никого не хочу обидеть. Почему? Это помойка. Мне кажется, это помойка. Знаете почему? Вы если обратили бы внимание, как раз когда у нас в суде были определенные моменты, я жестко прессовал своих процессуальных оппонентов, то есть им не давал возможности, чтобы они работали на публику. Так, скажу красиво, чтобы звучало, я не могу по-другому назвать. И когда я вступил в дело, наверное, в курсе или нет, меня сразу предупредили. Или сядешь, или уйди. Вы? Я лично. Я сказал, я сяду. Я не боюсь, я один раз это делал, попробовал. Я не уйду. Я вторник заключаю договор. В среду с утра, сначала телеграм-канал начинает, что 8 человек написал против Пашаева по факту мошенничества, он оказывается, сколько людей обманывал, кидал. Потом начинает с прессинга, у меня с утра до вечера допросы, начинает, якобы уже комвой приехал, имитировали все. Вы себе не представляете. В соседний кабинет в Арбат приехали, якобы комвой уже сидит там. Но я сам видел это все. Я с улыбкой, я говорю, боже мой, кого вы пугаете. Я не боюсь сидеть, я его не сдам, Михаила не предам. А сдать, каким образом вы могли его сдать? Какие от вас ожидались действия? Они ожидали, что я откажусь от него. Вы знаете, его загнали в угол. Его семью загнали в угол. А когда... Кто? Кто загнал в угол? Через СМИ. Через СМИ. Все федеральные телеканалы, как будто у нас в России нет проблемы. Враг номер один Пашаев, враг номер два, это Ефремов. Можно вам такой и вопрос задам? И сам же на свой вопрос отвечу. Что выходит в задачу адвоката? Добросовестно, грамотно защищать своего подзащитного. Чем я занимаюсь? Что я нарушаю? Сначала Ефремов, когда признал свое вино, все телеканалы начали кричать. Вот это решальщик, Пашаев решальщик. Они специально признали свое вино, чтобы он получил минимальный срок и через колонию поселения ушел домой. Он такой сякой и Пашаев такой же. Когда через где-то две недели, двадцать дней, я изучил материалы, определенные доказательства, когда получал, что о его невиновности, отказываемся от признания вина. Тут же на всю страну. Ах ты такой сякой, он вообще хочет уйти от ответственности. Что себе позволять? И все телеканалы федеральные начали раскручивать, что Пашаев его топит. Пусть он немедленно признает свое вино. Хорошо. По закону до прения на любой стадии он имеет право признать свое вино. Как Михаил признал свое вино? Как телеканалы хотели, да? Все журналисты, все телеканалы. Тут же начали. Ах ты, Пашаев, такой сякой. Это уже поздно признание. Что вам надо? Что вы хотите? Нет, здесь я с вами не соглашусь, потому что выглядело странно. То ты признаешь вину, то не признаешь, то снова признаешь. Это от того, что он не помнит? Или это какая-то ваша тактика, прописанная адвокатом? Почему такие повороты на 180 градусов? Вы посмотрите интервью следователя Мишурова. Вчера меня отправили, я посмотрел. Который расследовал уголовное дело. Ефремов, это, на самом деле, профессионал. Несмотря на то, что у нас было много противоречий в позициях. Я очень ценю всегда профессионала. Он сам интервью давал вчера или позже вчера. И психиатры, когда следовали, они сами ему говорили, что он не помнит на тот период, что было. Вы его интервью следователя послушайте. Не то, что зашитника, я Ефремова защищаю. Слушайте его интервью. Человек говорит, с первого дня в суде говорили, нам биологии назначите, лобовое стекло разбито с правой стороны, и сиденье, и следуйте, подушка, ремень безопасности, лобовое стекло. Мы этим закончим, нам шоу не надо. Нам суды не нужны. Мы признаем или не признаем. Сразу будет видно. Сделали все, чтобы не следовать подушке безопасности, ремень безопасности, лобовое стекло. Предоставили любые фейковые доказательства, которые не видно ни видео, ни фото, ничего не видно. Зато приписывают, что это похоже на машину. Знаете, джип приезжает, это Ефремова. Я говорю, покажите мне номер машины, хотя бы понимать, что это джип Гранд Чироки, не то, что другой джип. Я говорю, если в деревне одна единственная машина, мы признаем, что это машина Ефремова, если из соседней деревни сюда никто не приехал. Чужой. Вот такая беда у нас. Этого не делают, не признают. Человек не помнит, как можно больше выпить одного литра. И плюс, вы же понимаете, в крови что обнаружили еще. У вас сомнений по поводу, что были наркотики в крови у вас нет? Нет. Сомнений нет, что есть. Мы знаем, что есть. Единственный вопрос. Он кокаин не употребляет. После литра водки какой кокаин? Вот это опять под вопросом, откуда? Откуда? Еще раз говорю, мы здесь никого не обвиняем. Потому что никто не мог насильно заставить это делать. Вы же знаете, как это делается. Какая-нибудь вода можно вмещать, и водка где угодно, и как угодно, и удобно. Но он пришел искать истину. Он говорит, я хочу понести приговор, чтобы мне было легче. Я честно не помню. Хотя бы пусть что-то покажешь, чтобы я помню. Ну, конечно, я признаю, мне легче будет этим жить. А так у меня, знаете, хаос. Я не помню, что было. Я не знаю, что было. Я не знаю, как было. Но можно я назначу ваши... Хотя бы давайте назначим психологический эксперт или пригласим. Это несколько часов занимает. Пусть дает заключение того, чтобы им правду говорить или не соответствует действительности. Тоже отказали. Во всем нам отказали. Даже сами эксперты, когда мы допрашивали, они сами ссылались на то, что надо было проводить комплексные экспертизы по автотехнику, по судебно-медицинской экспертизе. Надо было, кто им мешал. Судьи отказывают. Вообще. Это только перерегатива суда. Суд нам отказывает во всем. Почему? Ваше предположение или, может быть, вы просто знаете? Грубое нарушение законодательства. Со стороны? Со стороны обвинений. Ну, еще раз говорю, еще есть в законе такое понятие. Судья имеет право совещательную комнату вернуть на ДОС для устранения. Это на ДОС не похоже. А ДОС это что? На дополнительные исследования для устранения. Хорошо. Давайте с Телеграм-каналами покончим. Нет, я забыл о нем давно. Я давно не забыл. Ну, вот просто последняя информация насчет вашего гонорара. Вот сумма в 11 миллионов, она откуда взялась, по-вашему? Пожалуйста, не будем обсуждать. Это гонорар не будем обсуждать. Хорошо. Это адвокатская тайна. Тогда мы возвращаемся к таинственному влиятельному человеку, который вас попросил заняться этим делом. Это не Дмитрий и не Песков. Нет, конечно, нет. Этот человек с вами находится в какой-то коммуникации, раз он несет какую-то ответственность, раз он вас попросил, и, насколько я понимаю, достаточно настойчиво просил заняться этим делом. Он следит за ситуацией? Сейчас объясню вам. Кто у меня просил, он знает результат моей работы. Так. Предыдущей работы. Хорошо. Я вам один пример. Я вчера был в Ивановской области. За получение подстражи, избирали в отношении его подстражи полтора месяца назад. Против определенной службы вел это дело. Вы понимаете, да, о какой службе идет речь? Нет. Это высокопоставленный чиновник. Его полтора месяца уже он был в изоляторе. Я приехал в Ивановскую область в апелляции, потому что, сами понимаете, как услышат. У ФСБ это дело контролировал. Никто от страха туда не зайдет. То есть никто не будет совершать противоправные действия. Они работают молодцы. Они работают хорошо. В апелляционном суде областного суда Ивановского областного суд изменил отношение него в мере причины в виде домашнего ареста. Моего доверителя. Моего доверителя. Хорошо. Это что я имею в виду? Да. Что это не такой человек, как Ефремов. Я имею в виду. Это не Ефремов. Это закон. Судья по закону слушал эти дела. А здесь не по закону. Грубейшее нарушение. Это какой закон? Грубейшее нарушение. Смотрите. Оппонентам, процессуальным оппонентам позволено делать все, что позволяет. Наличность переходить. Грязи обливать. Оценочные показания давать. Фейковые доказательства предоставлять. Незаконным путем добытое доказательства предоставить. Им все разрешено. Следуется все. Как я начинаю, сразу снимается, снимается, снимается. Вы начинаете тоже фейковые доказательства? Нет. Я когда начинаю против них высказываться, тоже судья говорит, Пашаев, хватит. Я говорю, подождите. Сколько минут мои личности обсуждают? Вы что? Я говорю, почему замечания не делаете? Причем здесь моя личность? Я защищаю Ефремова. О переходе на личности. Я изучал стенограмму у одного заседания, где ваш доверитель Михаил Ефремов, адвоката вашего оппонента, называют Добросвинским. Это ведь достаточно группа. И чем это мотивировано с вашей точки зрения оскорблений? Он с вами советуется, например, того, что я хочу такой пассаж озвучить? Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, скажите, пожалуйста, почему эти журналисты, и в том числе, вы никогда вопрос не задаете, как он ведет себя в зале судебного заседания, и как высказывается Добровинский? Добровинский. Но нет, я перейду на этот вопрос, честно, я хотел просто переходить, почему он так говорил, Добровинский. То есть он спровоцировал? Жутко провоцирует. Жутко провоцирует. Я говорю, потом я когда буду выкладывать аудиозапись судебного заседания на открытый доступ. А вы имеете право это делать? Конечно. Закончится, когда жду. А, то есть после завершения. После завершения, уже после 8 числа. Вы тогда поймете, чем они занимаются. Вы поймете, я не хочу ничего говорить. Это их позиция. Это их работа. Я не имею права оценку дать. Но не позволено себя так вести. Не позволено оскорблять. Беркович, сидит, Беркович оскорбляет Добровинский. За что? Дурой обзывает. Прямо при допросе. Она что? Пришла оттуда. Кто ему позволяет? Почему ему никто замечания не делал? Еще раз говорю, ради Бога. Я не хочу, чтобы его наказывали. Я не хочу, чтобы против него какие-то решения принимали. Ни в коем случае. Это не мой принцип. Никто не реагирует. Если Пашаев суда опоздает на 15 минут, ну, мало времени не дает. Десять утра заходим, одиннадцатый час ночи выходим из зала суда. Сорок минут на ковид, на еду или час. Если опаздываю на десять-пятнадцать минут, сразу протокол замечания Пашаева. А другая сторона позволяет себе на полчаса. и ноль реакции. Почему? Где приоритет? Вот об этом речь идет. Мы же вроде-вроде пришли в суд. Мы же пришли искать истину. Я мог все свои карты раскрывать предварительным следствия, потому что я знал, что если там я все раскрою, они почистят дело сразу. Специально ничего не раскрывали, пришли в суд. А в суде чем столкнулись? А вы вот когда я приду в суд, я вспомнил, что очень обсуждал эпизод, когда Александр Андреевич Добровинский приехал на самокате в суд. Скажите, а если бы вы опаздывали в пробках, и вам надо было бы успеть в суд, вы бы сели на велосипед? Или это совершенно вашу стилистику размывает? Смерть человеку сделали праздничное мероприятие. PR, hype, погиб человек. Кому позволю на себя так вести? Кому позволю? цирка ради, я так понимаю, потому что из-за пробок он воспользовался... Давайте мы с вами обоим обооба ведь сделаем, что мы поверили. И я ведь сделал, чтобы поверил вам. Мы же с вами люди взрослые. Приезжает до 100 метров не доезжает до суда, выходит из машины, сидит на самокате. Это что? Это в пробку попал? Ну давайте пожалуйста. Я только одного не понимаю. Еще раз говорю, к нему как к личности я отношусь очень хорошо. Это личность. Как человек для меня не более того. Это человек. Почему? Еще раз говорю, если здесь нет предвзятых отношений. человек позволен делать все, говорить все, кроме юриспруденции. Вот что позволяет юриспруденции. Кроме этого, человек себе позволяет все. Еще раз говорю, я не сторонник, его кто-то хаял, или грязью обливал, это не мой принцип. Просто хочу сказать, почему слово никто не говорит. Я только выполняю свой долг как защитника. С утра до вечера провокация. В понедельник я иду в Следственный комитет. Поехали заявление. Следственный комитет в помещанском районе. Они же мне сказали, тебе закроем. А сейчас говорят, подождем приговор, после приговора закроем. Левых свидетелей находят. Переписку я уже отправил в Следственный комитет. Ищут людей, и плат в МВД, что против Пашаева, чтобы быстро привлекали его к уголовной ответственности. Я уверен, колокольцы этого не позволят. Я уверен, этого не допустят. Чем вместо того, чтобы защищать своих людей, чем они занимаются? Вот этот провокация, список, который указан Пашаев якобы обманул, это клиент Бутыриной. Когда она у меня работала, она защищала. Бутырина это... Да, моей помощницей была. Какой цель ее пригласили туда в суд? У них, чтобы меня выбить с колеи, якобы я буду поддаваться на всю провокацию, с какой... Вы где видели, потерпевшие пятеро адвокатов защищают? С какой целью? Потерпевших защищать не надо. Закон, государственная власть, государственная система их защищают и правильно делают. с какой целью? Только грязь, личность, на личность переходить. Какого рода грязь была озвучена в отношении вашего доверителя или вы говорите о себе, что грязь в отношении Пашаева? Если бы в зале судебного заседания услышали бы, были бы, увидели бы, почему-то никто не пишет. Как из зала сюда выходят? Якобы мне деньги давали, я не вернул деньги. Ну, господа, ну не смешно. Сначала, не я же к ней пришел на работу, она ко мне пришла трудостроиться. Давайте мы донимим. Нет, к чему я говорю? Это же то же самое, но никто вопрос не дает, ладно. Вот это грязь откуда? Арбат, следователь, чем занимается, вы себя не представляете, если в определенный момент потерплю я. Начальник следствия себе нагло позволяет свидетелю, что против Пашаева дашь показаний, пойдешь домой, не пойдешь, рассказывай, Мария Владимировна. Они не знали, что на диктофон записывает адвокат. У вас есть эта запись? Да, конечно. Уже дал команду, чтобы подали в Следственный комитет. Что они себе позволяют? Что себе... Вы помните, когда адвоката Турнова, я в прошлый раз говорил, подставил с таким же грязным методом, когда по поводу Киркорова и француза, которые защищали. Да. Почему ты, когда проигрываешь, как, не знаю, выбираешь самый грязный метод, тогда зачем в адвокатуре пошел? Ну, занимался бы, был бы блогером с утра до вечера, обливал бы грязью. Зачем такую позицию выбрали? Хорошо. Вот с журналистами, да, более-менее мне понятно. Нет, это ваша профессиональная деятельность. Я уважаю. Как бы ни будете работать, я все равно уважаю. Хорошо. Но вот Падва, уважаемый адвокат, авторитет, как мне кажется, в вашей отрасли, он нелицеприятно высказался и про Добровинского, и про вас, пропажевого. А ему сколько лет? Ему около 90. И что? Давайте мы простим это все за его возраст. Так. С какого возраста надо прощать? Мне скажите, когда наступает такой возраст, человек не отвечает за свои слова. Это тоже, в общем-то... Наверное, вы услышали, вот несколько человек, которые высказались против моей работы. Я же попросил, что вот кто недоволен моей работой, сделаем круглый стол и будем проверять друг друга на знание юриспруденции. Почему-то никто не отзывался. Тут же пропали. Всем очень красиво, говорит, за спиной. Не со мной тет-а-тет. Вы же всегда обращали внимание или нет? Я всегда ходил с самым сложным своим оппонентом. И после первой встречи всегда ситуация изменилась полностью. Тем не менее, мы начали с того, что вы прогнозируете, что будет озвучен приговор от 6 до 8 лет. Да. Обшего режима. Нет, там строго не предусматривает. Общего режима. Закон предусматривает, как колонии поселения, так же общего. Но это же Ефремов. Здесь судят не гражданина, который нарушил, переступил закон. И здесь судят Ефремова. Тогда правильно ли я понимаю ход в вашем мышле, что это отчасти политическое дело? Судят Ефремова. Давайте я политизировать не хочу. Не будем политизировать. Давайте подождем до 8 числа. Не хочу политизировать, не хочу ничего. Я же все-таки верю в правосудие. Мы же в суд пришли, у нас нет куда ходить. Я не могу иностранных журналистов собрать и сказать, идите в зале сюда, посмотрите, что творится у нас. Я этого не могу, потому что... Я сказал, сюда просто невозможно попасть. Очень. Почему? По списку, у них свои люди, по списку все заходят спокойно. По списку, да. Половина принадлежит моему уважаемому оппоненту, журналисту, который пишет то, что им тут же скидывает, пишет. А половина по списку, которые должны писать то, что нужно народу. Вот все. Если кто-то приходит, я спокойно могу проводить, потому что никто не может мне запрещать. Кто просил, я проводил. Вы говорите только про журналистов? Какая разница? Не имеет значения. Ну, просто буквально на днях вчера или позавчера старшая сестра Михаила призвала всех друзей Миши и всех его поклонников прийти 8 числа поддержать его. Скажите, вот такие демонстрации, они производят впечатление на судью? Или вы считаете, что в данном случае... В данном деле нет, никак. А вообще, в принципе, работают такие вещи, когда вот видится какая-то такая поддержка массовая? Здесь, мне кажется, поддержка Михаила не более того. Не более того. Я говорю, я жутко расстроен. Чем? Грядущим приговором? С грубо нарушением закона. Грубо нарушением закона. Жутко. Это значит, что вы будете, как юрист, производить какие-то действия после 8 числа? Само собой, конечно. Само собой. Подождем суд. Давайте не будем мешать, вот лично, это моя позиция, не стерить, да, сразу начинать рассказывать, что происходило, что происходит. Давайте подождем, какой приговор вынесет суд. Давайте не будем ему мешать. Суд не будем мешать. Я знаю, какой будет приговор. С Михаилом мы с первого дня говорим. Он с первого дня говорил, Эльман, 8-10. Я знаю. То есть он готов был к этим судам. Когда ему говорил 11 лет, даже он не моргнул глазами. Не моргнул даже. Потому что он этому был готов. Он знал этого. Тогда скажите мне, к чему Михаил не был готов? Что его застало врасплох в самом процессе? Разбирательство. Разбирательство, которое грубейшее нарушение назначения эксперта, когда, я говорю, надо следовать подушке безопасности, ремни безопасности, сидения. Там по-любому что-то останется. То слюны, то крови. Потому что он был окровавлен в момент ДТП. Мы с Добровинским в этой студии обсуждали обстоятельства, при которых на месте ДТП почти моментально оказались ряд коллег. Михаила, включая Сергея Гармаша и прочих. По версии Добровинского они ехали в театр на какой-то... Добровинский что угодно может говорить. Хорошо. У вас есть какой-то интерес к этой ситуации? Или вы знаете, почему там был Гармаш? И почему Гармаш, который в первый же день высказал поддержку Михаил, и я помню эти записи, насколько понимаю, в зале суда ни разу не появилось? Ну, это его законное право. И это понятно. Это его законное право. И здесь Гармаша в чем-то уличить или обвинять, я думаю, это неправильно в данном ДТП. То есть вы вообще не интересуетесь вопросом, почему на месте ДТП оказалось ряд коллег Миши? Нет. Я же защитник. Моя задача была исследовать документы, доказательства и заниматься уголовным делом, не с его друзьями. Если я вас правильно понял, вы это не озвучивали впрямую, но у меня сложилось впечатление, что вы допускаете версию, что за рулем машины был какой-то коллега и товарищ Михаила, и Михаил не хочет, руководствуясь какими-то представлениями о дружбе, о товариществе, озвучивать. Или я вас неправильно понял? Мы допрашивали свидетеля, и он говорил, я готов на все, исследуйте, что я был, мобильный телефон, пробивает проект траектору, где я ходил и так далее, и так далее. Говорит, я видел, и сзади человек сидел, машина, когда стояла. Свидетеля мы допрашивали, если Бадоян, не ошибаюсь, его фамилия. Вот в джипе сидел кто-то на задней стороне. А машина была пусто, никого не было. Уже после ДТП? До, до еще. Когда машина стояла, когда она двигалась, там 10-15 минут до совершения ДТП. Это автомобиль. Вы знаете, вы говорите, Добровинск говорил, я думаю, это судебное заседание для Добровинска тоже дал хорошую, ну, наверное, дал какую-то практику в сфере юриспруденции. Юриспруденцию. Ну, я думаю, что да. Да, потому что он же уголовным делом не занимался. Ну, я со слов вице-президента Федеральной палаты адвокатов, что Добровинский никогда не занимался. Я лично никогда не знал, что он занимался уголовным делом. А ДТП, это вообще настолько специфическое преступление, это не общая уголовка. Вот когда он что-то говорит, у него все позиции как семейное право. Я ему даже говорил в зале судебного заседания, я говорю, как будто у меня здесь бракоразводный процесс мы проводим и обсуждаем у кого какое нижнее белье. Ну, я понимаю, что нет опыта, нет практики, нет... Ну, я думаю, я говорю, опять же, со слов, который... Я думаю, да, это ему будет полезно. Единственное, мне кажется, тактика никогда не изменится. Вот это грязный метод. Что через журналистов с утра до вечера травит на меня журналистов. Я говорю, я могу... Многие подумают, что я злюсь, я нервничаю, с ума сходишь. Вы нервничаете? Ноль. Я вам честно говорю, хоть 24 часа. Вы кавказские мужчины, у вас же темперамента должен... У меня, вы знаете, я могу нервничать за то, что я совершил. Я буду стыдиться, мне будет стыдно. Пускай они нервничают, что... Они почему-то с ума сходят-то. Невозможно со мной, пугать невозможно, нервничать, с ума не сходит. Сколько со всех сторон вызывают, полицию, там, следственник комитета, куда не вызывают. Эльман только юмор со смехом. Это больше вводят из себя их. Но, опять же, мы же, раз занимаемся уголовным делом, не будем давать оценку друг другу, у кого, какая личность. Но, для себя говорю, у человека должно быть достоинство, честь и совесть. Самое страшное, когда это все, отсутствует. Ну, многие, как раз, считают, что в ходе процесса ваш доверитель, Михаил Олегович, он, вот, в смысле достоинства, что что-то утратил. Вы же, наверное, почему? Вот ни разу, пока мы с вами общаемся, ни разу вопрос не задавали против Добровинского, ни одного вопроса не задавали. Потому что вы сказали, что вы не готовы обсуждать Добровинского. Нет, почему? Я вам говорю, это все так, не только в один. Все журналисты, у всех журналистов есть два врага. Я просто, да, это не то, что я говорю. Это Добровинский Пашаев. Нет, номер один Пашаев, а второй Добровинский, Ефремов. Почему никто не говорит, как он себе позволяет, что человек вывести себя, переходить на личность, оскорблять, стебаться, смеяться. почему никто такой вопрос не задает? Но он избрал такой метод работы провокационный. Это его техника, я так понимаю. Ну, техника. Почему ему этот вопрос никто не задает? Разве позволено тебе? Я ему задам вопрос, если представится возможность, обязательно. Вы сказали, что вы с Михаилом обсуждали срок, и он готов был, потому что это будет 8. 1, 4, 5 день, когда он более-менее себе пришел. Вы при этом обсуждали, там ведь существует практика освобождения по УДО, то есть вообще рассматривали хронологию его? А обсуждалось, что он будет делать? Нет. А у вас вообще, в принципе, занимает вопрос судьба? Это будет завтра. Судьба вашего доверителя? Я же после... Я с ним буду до последнего, пока он выйдет с колонии. Когда я его, вот домой, вот отвезу, вот сдам к своей семье, после этого, дай Бог ему здоровья. Пока он под судом, если будет инстанция и там, в изоляторе, в колонии, пока домой не выйдет, я буду с ним. Меня никто и ничего не остановит. До тех пор, пока Михаил сам не скажет ему спасибо. Или не спасибо, все. Я... Это не мой принцип, что сдать оставить. Это же ваш принцип. Вы же говорили, что вы как хирург, вы приходите, сделали операцию и все. А вы не как психолог, который с человеком... А я же не закончил работа. А работу же не закончил. У вас 150-170 дел в год. Как вы можете там, пасти... Я найду время в месяц, два-три раза, где бы он ни находился, к нему поехать в изоляторе, в колонию. Найду всегда время для него. Потому что это не его место. Колония не для него. Да, я сам в этом хорошо понимаю. Да, я должен контролировать все максимально, что настолько это все в рамках закона, как у него там. Но я даже в шутку вчера говорил коллегам, я говорю, слышите, наверное, каждый сейчас начальник СИЗО ходит в храм Христа спасителя, свечку ставит, не дай Бог, Ефремова к нам отправить в СИЗО. Вы же понимаете, какое повышенное внимание, они будут вешаться все в реальном смысле. Они так, у них тяжелая работа, сложная работа. Сейчас еще удвоится. Вы считаете, карьера актера Михаила Ефремова закончена или у него есть я вас уверяю, у него намного лучше будет. Так. У него больше будет. Предложений. Потому что он лицо не потерял. Михаил с момента ДТП до последней минуты всегда говорил, помоги маме, давайте купим дом маме, давайте заплатим тому, третьему, десятому. Мы говорим о потерпевших. О потерпевших, конечно. Они игнорировали, ну ясное дело, Добровинских защищал. Здесь задача другая была, не то, что оказать помощь потерпевшим, я в суде также говорил. Здесь задача была, чтобы чем больше конфликта, тем лучше будет для моих оппонентов, процессуальных оппонентов. Вот поэтому не давали им возможность. Ну люди деревенские, для них каждый копьяк это большие деньги. Им не дали возможность, чтобы получить деньги. То есть вы считаете, что если бы не действие Александра Андреевича Добровинского, то вопрос мог бы решиться вот такой мировой. То есть они бы взяли деньги и не предъявляли бы никаких претензий Михаилу. Это не частное обвинение. Просто учитывается их мнение, что да, нам возмещен моральный, материальный вред, просим строго не наказывать. И все, не более того. Но это оппозиция, моим профсоциальным оппонентам нельзя было это делать, потому что тогда пропал бы интерес к ним. Вот с утра до вечера говорят, вот с утра до вечера с телеканалов они не вылезают. Не вылезают. Меня, чтобы куда-то вызывать, неоднократно звонят, просят. Вот только-только приходишь, даже вот возле суда, просит, мы вас очень прошим, просим, пожалуйста, дайте интервью. Подхожу. Как только начинаю, почему все устраиваете? Я говорю, скажите вам, сколько заплатил, чтобы меня, вы чтобы собрались, меня пиарили здесь. Сколько я вам заплатил? Кого я пригласил сюда? Вы сами просите, выпрашиваете и тут же начинаете. Я понимаю, ну хотя бы, ну люди же не глупые, ну нельзя так играть. Я сам был корреспондентом когда-то. Ну, ну это их работа, еще раз говорю, абсолютно не сужу, просто я говорю свою позицию. Вы с кем-нибудь из, не из друзей, не из товарища Ефремова, а из его высокопоставленных поклонников, потому что мы знаем, что у него есть люди, которые его ценят как актера, которые его любят. С кем-нибудь из них встречались? Не поверите. Нет. Нет. Не звонили никому. Я ни с кем не встречался. Ни с его знакомыми, ни с моими знакомыми, ни с кем мы не встречались. Мы хотели просто, чтобы было правосудие. Хорошо, если я виноват, я буду нести наказание. Но при этом он до сих пор не уверен в том, что он виноват в том, что он был за рулем. Ну как может человек будет уверен, что он не знает, что было? Но если человек не помнит, я же вам говорил, посмотрите интервью следователя. Я заинтересован на лицо. Ну следователь же не заинтересован, когда говорит, да, в тот период он вообще ничего не понимал, что происходит. Но ведь с места ДТП там записано пару роликов, где он какие-то дает комментарии. То есть он не лежит бесчувственный. Ну в частности вот эта растиражированная реплика, что он вылечит потерпевшего, потому что у него денег ну дофига, скажем так, чтобы не употреблять оригинальную реплику. А мы когда очень сильно пьяно молчим, мы все равно что-то говорим. Ну да. Но он не был в бесчувственном состоянии, получается. Бесчувственное не понимая, это не помни, это две разные вещи. Мы же не говорим он валялся. Мы же говорим человек не помнит, очень сильно употреблял, много выпил. Об этом речь идет, что не помнит. И поэтому пришли в суд, разбирайтесь, пожалуйста. Дайте нам возможность разбираться. Моя задача выходила, выходила только разбираться в данном деле. Знаете, что удивительно? Опять же, на всю страну Пашаев, Пашаев, Пашаев утопил его. Я что должен был делать? Когда все доказательства экспертизы, эксперты допрашиваем, эксперты говорят, надо было комплексные экспертизы проводить. Пашаев должен был молчать, не заявлять ходатайству, что да, давай проведем. Когда противоречие полностью показания стороны обвинения и свидетелей моих профессиональных оппонентов. Я должен был молчать, головой кивать, что мы признаем свою вину. Когда экспертиза сейчас не следована, я не должен был говорить, ваше честь, надо исследовать это все. Когда устраняем, хотим устранить недоразумение, противоречие, я не должен был это делать. Хочу спросить, что я сделал не так, который с утра до вечера у всех одна задача Пашаев. Еще раз говорю, мне абсолютно все равно. Мне абсолютно все равно, кто что говорит. Михаил знает результат моей работы. Михаил видел, чем занимался. Михаил видел, меня прессовали, какой бы шоу не устраивали, чтобы меня закрыли, я сказал, что не уйду. Я не брошу. Даже закрывайте, я говорю, прямо сейчас. Напугали, говорю, нашли кого пугать. Меня пугать это себя не уважать. Михаил сейчас сменил, понятно, что он сменил образ жизни, сменил ли он свою, скажем, диету. То есть, употребляет ли он сейчас то топливо, без которого он, в моем представлении, не может просто функционировать. Вы, как профессиональный журналист, скажите, у него в году 220-230 съемочных дней. Да. С 365. Да. А если вы как представляете, как вы говорите, если человек с утра до вечера пьет, он может столько к ним спроса, сколько он сниматься может? Думаю, что да. А, вы думаете, да? Ну, во всяком случае, режиссер и сценарист Елена Райская рассказывала об опыте работы с Михаилом, что он был вот в таком состоянии, и это не мешало ему работать. Поэтому сейчас-то он не работает, вот, стало быть, как-то он по-другому питается. Я, зная Михаила с первого дня, зная сегодняшнего, ничего не изменилось. Так. по поводу поведения, манера общения, тактики и так далее. У, он вообще, у него, даже если, как вы говорите, если у него проблема была бы с алкоголем, да, ну, наверное, там, хотя бы сделал бы капли, или не знаю, как называется, я не пьющий, я в этом ничего не понимаю. Ну, хотя бы какие-то лекарства употреблял бы, ему было бы, у него были бы какие-то ломки, какие-то симптомы, у него ничего не было. Он не нуждался, чтобы медицинской помощи, чтобы ему помогали его вывести из этого состояния. Хорошо, вы вот сами озвучили, что у него очень напряженный был график. Он у него съемки, выступления, гастроли, туда-сюда, очень интенсивно. Сейчас он сидит дома. Чем? Вы приезжаете к нему домой, я знаю, потому что после, вы поехали к нему после нашего предыдущего разговора в этой студии. И так же пойду к нему. Сегодня передавайте мой привет ему. Чем он занимается? Как его день проходит? Естественно, что он следит за тем, что пишут и говорят. Пишет какие-то, знаете, он пишет что-то, наверное, по своей части пишет. Я не могу сказать, что он все равно пишет. Я знаю, что пишет постоянно, смотрит футбол, спортивные каналы. И что этот? И на ваш это посмотрел, конечно, сказал. Я уже вам говорил, что вот сколько он честно говорил. Он справедливо говорит. Единственное, сколько я смотрел, человек справедливо вел передачу. Спасибо. Меня интересует, вы обмолвились, что редактировали его видеообращение, его знаменитое видеообращение, вы редактировали его. Последнее слово Михаила. Вы приложили руку, вы его редактировали? Нет, конечно. Почему конечно? Сейчас объяснём. Когда он публично приносил свои извинения, знаете, потерпевшие, что говорили? Это лживые, мы не принимаем. А я в суде говорю, может мне шоколой, вот есть шоколадрихтера, да, мы знаем там, с какой шоколой можно измерять, чтобы не доверять, что это не искренное обращение, а лживые обращения. Как? Я ещё раз объясняю, что за потерпевшие? Я в жизни первый раз столкнулся. Я уже за 20 лет первый раз столкнулся встречаться с таким потерпевшим. Признаёт. Сначала журналист не показывает, что он просит прощения. Не показывает. Все говорят, Гидея, почему не просит он такой секунд? Как он приносит извинения по видео? Нет, мы не принимаем это не искренне. Что надо делать, чтобы его понимали, его цени, но его понимали? Что бы мы не будем делать, всё равно во всём виноват Пашаев и Ефремов. Что бы мы не будем делать, новые придумывали. Когда он признал свою вину, он поздно признал. Господа, вообще, соображайте, что говорите. В последнем слове это его право, чтобы в последнюю минуту признаться осадеянным. Это в законе нет понятия. Знаете, когда поздно, после приговора, когда мы обжалуем из в порядка апелляции, он будет приносить свои извинения, тогда будет поздно. Вообще, где этих сусликов набирают, вот это по телеканалам, я по-другому не назову. В каком смысле сусликов? Каждый суслик себе считает агрономом. Все гениальны адвокаты, юристы. Это поздно, это неискренно, это неправильно. А что правильно? Ну, хотя бы, вы когда говорите что-то неправильно, ну, хотя бы, должны говорить, как должно быть. Мы почему говорим белое, черное? Есть белое, на основании белого, еще говорим, есть черный цвет. Правильно? Здесь, ну, хотя бы говорите, народы, народ. Вот он неправильно сделал, что должен был делать? Почему никто не говорит? Все специалисты. В кавочках просто. Я, тем не менее, понимаю, что Михаил Ефремов знает о вашем решении оспорить переговор. Конечно. То есть, мы об этом с ним разговаривались, но первый, третий, четвертый день, когда он себе пришел. Мы говорили, что наша надежда на касацию. На первой, второй инстанции нет надежды ноль. Почему? Я знаю работу. Ого. Да, да. То есть, вы говорили мне во время прошлой встречи, что мы живем в правовом государстве, теперь получается, что не очень правовом. Сейчас объясню. Правовое государство, это не значит, что какой-то судья, если вносит неправосудное решение или приговор, мы не живем в правовом государстве. Это две разные вещи. Я вам говорил, вчера в Ивановской области был. У нас судебная система, у нас надежда, чем выше, тем лучше. В данный момент. Потому что Москва как болото. Болото просто. В Москве отношение к подсудимым, знаете, как враг народа. А никто не говорит, благодаря Ефремову существует, такие как Ефремов, существует судебная система по уголовным делам. Ого. Если не будет, откуда будет государственный обвинитель? Я в суде им говорил это все. Что за отношение? Я говорю, Ефремов вам зарплату платит. Государственным обвинителем говорю. Знаете, что это значит? Он налогоплательщик. Мы налогоплательщики чиновникам платим зарплату. Судем, прокурорам. Природные ресурсы принадлежат народу. Задачи государства распределяют. Нет государственных денег. Вот это понятие людям не могу донести. Нет государственных денег. Это деньги народа и налогоплательщика. За то, что Ефремов платит им налоги, зарплату, относится как врагу народа. Это что за подход? Я во многих странах работаю. Боже мой, ну когда это будет меняться? Когда будет меняться, я не понимаю. И как Ефремов враг, так же всегда и защитник это подсудимый враг. Подход такой. Это вот с советского времена или 90-х годов. С советского времена я был молодым. ну ребенком, я не помню. Откуда такой такой подход? Неужели мы не можем понять, мы наркомана, педофила судим или человека, который, ну, переступил закон? Это две разные вещи. но вы считаете, что Михаил не переступил закон? Еще раз говорю, есть человек, переступил закон, который для народа своего много чего делал. лауреат государственной премии, просто так ему дали. Еще такое, извините, когда на его спектакле ходили, все хлопали, когда на его фильмы смотрели, все любили, наш любимый артист. Как проблема, мы привыкли нож в спину воткнуть, когда ты изменился. Кто ему воткнул нож в спину, скажите. С утра до вечера полоскать грязью, с утра до вечера. Я это имею в виду. Я это имею в виду. Ну, с кем... Но никто ведь из людей, вы знаете, в этой студии от очень многих я людей из Мишиного цеха, из других отраслей известных слышал очень резкие слова в адрес Михаила. Я всегда просто вот озвучил, значит, вы с Мишей лично не знакомы. Потому что я знаю, что те люди, которые Михаила знают и помнят, понимают, что он очень совестливый человек. Это как минимум. Это правда. Да. Поэтому нож в спину это только человек, который его ну, предает. Разве бы... Есть хотя бы один пример человека, который от него отвернулся из его друзей, из его семьи? Не буду комментировать. Я знаю, я неудачу. Я неоднократно два вопроса ему задавал. И я неоднократно задавал. Кроме нескольких человек. Я Хлобыстин, который заслуживает уважения, молодец, очень сильно переживает. Никита сильно переживает. Ретит Высоцкий, да. Да, Высоцкий. Ну, пальцем можно. Я вот, сколько я знаю, я могу пальцем пересчитывать этих людей. Вот даже, как его, Стебунова, да, Иван? Да. Что себе позволяет он делать? Кто его обвиняет в совершении преступления? Кто? Или я? Или Михаил? Я вас услышал и надеюсь, что понял. Надеюсь, что поймут и зрители, что хотел нам сказать Альман Пашаев. И мы все, конечно, надеемся, что приговор будет справедливым, но я повторю, в который раз каждая справедливость понимает по-своему. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.